Обычно, когда я куда-то еду, я никогда не ем. Сажусь за руль, не знаете, без остановок, пока не доеду с точки А в точку Б, никогда не ем. Ну, это плохая особенность, в частности. Но меня моя жена приучила заезжать хотя бы куда-то, когда я куда-то еду сам, в какую-то командировку, в город, самостоятельно, чтобы все-таки, ну, где-то что-то перекусить. И я решил сделать немножко по-другому, заехать в фудкорт. Обалденнейшее место здесь, где готовят шаурмы без мяса, но с креветками, где есть плов с овощами. Я бы вам рекомендовал всегда, когда вы едете в дороге, чаще останавливайтесь, чаще где-то останавливайтесь перекусить. Хотя я вам сейчас покажу, как на самом деле с Киева в Кривый Рог, какая там будет ситуация, чтобы остановиться где-то перекусить. Там будет, по-моему, одно или два места. Мы сейчас все это с вами посмотрим, я об этом немножко позже скажу. Не переключайтесь. Тебе выдают, как положено, значит, вот этот бейджик, который должен зазвенеть, когда будет все готово. И представьте себе, что все это шаурма. Шаурма, плов, рис, креветки. Ну, прям вот классный. Прям вот классный фудкорт. Реально классный. Еще одно забыл вам сказать. Каждый раз, когда куда-то еду, в частности, стараюсь, когда еду в Кривый Рог, брать с собой вещи, которые накопились у нас дома в семье. Допустим, и мы их можем отдать. Вот тем, кому больше нужно. Дети выросли или там вещи какие-то. Мы обновили гардероб и так далее. Мы стараемся каждый раз. Вот жена мне упаковала много пакетиков. Смотрите. Вот эти кроссовок, ботинок, джейнс, там, курточек, зимние, осенние, там, в общем, ну, целые пакеты всего. Всего, что только можно придумать или что можно отдать. Поэтому я вам так скажу, не копите в своих гардеробах вещи, если у вас есть вещи, но хорошие, не какой-то там мусор, который можно уже выбрасывать порванный. А хорошие вещи, то вы, конечно же, пишите здесь в комментариях или же пишите где-то в личке или на почту, чтобы я мог соединить вас потом с теми, кому нужны действительно эти вещи. Разные благотворительные организации, которым можно действительно отдавать свои вещи. Тем самым вы их не будете выбрасывать, а вы будете отдавать и понимать, что они нужны подросткам, детям, семьям, в которых много детей и так далее, и так далее. Так, друзья, что я взял в этом фудкорте себе перекусить? Фантастическую шаверму, шаурму, как бы вы ее ни называли, с креветками, с салатными листьями и, ну, сложно описать, какой у нее вкус. Это вам не банальная шаверма. Креветки. Тут очень круто они готовят, очень круто. Ну и травяной чайок. Вот, в принципе, то, что я взял на 188 гривен. Не знаю, насколько для вас это было интересно, но я решил этим поделиться, а вы уж напишите. Так, друзья, всем привет! Вы снова на моем YouTube-канале. С вами я, Денис Фетисов. И сегодня я решил записать совершенно нового формата видео, которого раньше не делал абсолютно никогда, это впервые. Поэтому будьте внимательны. Сегодня я направляюсь в небольшую командировку под названием Киев-Кривой Рог. И, в частности, вот вы проведете это время вместе со мной. Я вам покажу, какая на самом деле дорога в Кривой Рог с Киева, где мы остановимся перекусить или что мы вообще увидим с вами. Поэтому очень внимательно смотрите, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, не переключайтесь. Обычно, сколько лет я езжу с Киева в Кривой Рог или обратно, есть две сложности на этом пути. Первая сложность – это, конечно же, дороги. Мы о них поговорим отдельно немножко позже. Вторая сложность – это пробки, которые в Киеве. Потому что ты можешь потратить массу времени, чтобы просто выехать с Киева, если ты, конечно же, не выезжаешь в 5 утра. Как сегодня мы не выехали в 5 утра. По некоторым причинам мне нужно было еще задержаться. И по этой причине приходится выезжать сквозь пробки с Киева. Но мы это преодолеем, поэтому сейчас увидим как. Почему я решил записывать нового формата видео? Потому что очень скучно будет смотреть канал, если здесь будет только образовательная история. То есть вы же знаете, что все, что здесь происходит, оно происходит вокруг недвижимости, инвестиций, строительства и так далее. Но я решил немножко разбавить. А вы, конечно же, напишите мне по окончанию просмотра этого влога, насколько это было для вас актуально и интересно. Если оно будет так актуально и интересно, если я действительно похож немножко на того человека, который может быть блогером на своем канале, тогда, конечно же, мне интересно ваше мнение. Обязательно напишите, поделитесь. Пока такая дорога, вот приблизительно такая ситуация в Киеве. И хочу вам сказать, что эта ситуация уже круглосуточная. То есть, ну может быть в 11, в 10 вечера вы еще не попадаете в пробку. И то вероятность небольшая. А в основном Киев, ну вот, конечно, в такой ситуации. Погода туманная, но красивая. Мы, кстати, сейчас с вами проверим, какая дорога стала Киев-Кривой Рог или Кривой Рог-Киев. Потому что хочу вам сказать одну простую вещь. За 35 лет моей жизни, и из них, наверное, лет 17-18 я ездил в Киев-Кривой Рог. То есть, это в этом промежутке времени, 17-18 лет, я где-то ездил точно на автомобиле уже в Киев-Кривой Рог. Никогда в жизни не была сделана дорога. Это был трэш, это был ужас, это была катастрофа. Это одна из худших трасс вообще в Украине. То есть, проехаться было невозможно. Ты просто мучился по 7 часов, ты был в мучениях непонятных, убивал себе колеса и так далее. То сегодня, я вам скажу, что последняя моя была поездка, наверное, месяц назад, уже была дорога классная. И практически ее завершали и так далее. Вот, которая у нас находится уже прямо под Кривым Рогом, скажем так. Потому что там самый был ужас. И сейчас мы с вами посмотрим, какая же дорога у нас сейчас. Хочу вам сказать следующее, что все обещали, президенты, власти, все там умные, чиновники, все вот эти вот, ну, вы знаете кто. Значит, все время что-то обещали, но никто не сделал. Единственный, кто сделал дорогу и вообще дороги в Украине делает сейчас, это Зеленский. Поэтому разное бытует мнение о нем. Я не буду в политическую историю нырять. Но скажу вам так, что пока он показывает себя очень круто. И результаты от него точно очень крутые. И то, что ты едешь впервые за 20 лет по хорошей дороге, ну, друзья, даже просто дорога, просто разметочка, вот столбики, красота, свет, освещение. Это что-то. Это действительно важно для человека. Поэтому респект и уважуха Зеленскому. Что еще плохо на трассе Киев-Кривой Рог? Это то, что интернет-связь и телефонная связь есть только в начале пути и в конце пути. В остальном промежутке ее сложно найти. Ну, еще может быть в городе смело. Можно ее поймать. Все. В принципе. А так дальше ты не можешь ни проверить интернет, ни посмотреть, что у тебя там кто-то звонит или не звонит. Или ты, может, кому-то срочно нужно позвонить. Ты этого не сделаешь, потому что, ну, просто сети нет. Ноль. Это громадный минус. По этой причине даже, когда ты едешь в поезде, ты не можешь никаких решить вопросов. В принципе, ты там сидишь не за рулем. Тебе не сложно, но ты не можешь ничего решить, ничего не можешь сделать, ты не можешь работать. И это большой минус. Надеюсь, что все-таки в ближайшее время это все исправится. И интернет, и сеть будет доступна во всех уголках нашей страны. Это очень важно. Очень. Мы добрались до как горлыка. И что вам хочу сказать. До этой точки нет ни одной кафешечки, ни одного ресторанчика. Все, что есть, это одна заправка Vogue. И то она находится в Апухоле. И на пути в Кривой Рог мы встретим с вами, по-моему, еще одну заправку. И тоже она будет Vogue. На которой тоже можно купить какой-то вот хот-дог. И в принципе все. Хороших заправок нет. Их очень мало. Я думаю, что их будет больше в связи с тем, что дороги стали лучше. Машины начнут ездить чаще. Для человека много не нужно. Достаточно хорошее освещение, хорошая дорога. И комфортные условия в дороге. Смотрите, уже солнечные панели ставят на светофоры. Насколько это круто, правильно. Представьте себе. Всегда будут работать светофоры. Всегда экономить электроэнергию. Когда были дороги плохие, то были места, которые были очень хорошие. И когда сейчас ты проезжаешь теперь после того, как дороги сделали в Кривой Рог, по тем местам, которые когда-то были хорошие, они тебе кажутся ужасными. Так и в жизни. Все нужно сравнивать. Все познается в сравнении. Казалось раньше, что ты едешь по идеальной дороге. Вот какой-то кусочек проезжаешь. И думаешь, ты попал на просто райское место, потому что ты проехал без ям. Сегодня практически вся дорога в Кривой Рог абсолютно без ям. И ты на тех местах, в которых раньше ездил, чувствуешь, что можно было бы их и лучше сейчас сделать. Смотрите, прикол. Мы только с вами поговорили о том, что автономные системы на солнечных батареях, светофоры, освещение поставило наше государство. И тут же меня находят сразу же в Фейсбуке, пока я приостановился, сразу же эти системы. Представьте себе, что я никогда не искал это, не смотрел. Но вот как-то так. Удивительный Фейсбук. Мы просто с вами общаемся, я записываю влог, а он уже в это время думает, слышит, и телефон слушает нас. И как только ты заходишь, он сразу тебе это предлагает. Очень удивительно все. Видите, дороги ремонтируют, остановили. Говорят, ехать нельзя, потому что большими кусками делают дороги. Расстояние от Киева до Кривого Рога приблизительно 450 километров. Раньше, чтобы преодолеть это расстояние, нужно было потратить от 6 часов. 6-7 часов. Сегодня можно это же расстояние преодолеть приблизительно за 4,5-5 часов. При том, что ехать нужно будет километров 120. То есть не нужно будет лететь 200 километров, чтобы добраться быстро. Представьте себе, сколько экономится времени, сколько действительно человек может сэкономить для себя времени в жизни, когда он едет в дороге в целом. Вот это вот очень важно. Итак, друзья, подъезжаю к Смело. Давайте я расскажу немножко за этот отрезок дороги. Получается, если выезжать с Киева через Обуховскую трассу, то до Обухова идеальная дорога. Здесь понятно. После Обухова начинается дорога терпимая. Ну, она без ям, но уже не новая. И вот не доезжая 50 километров до Смелы, опять уже начинается дальше хорошая дорога. То есть как только вы доезжаете до Смела, 50 километров до самой Смелы и в самой Смеле, дорога уже исключительная и хорошая. Поэтому смотрим, что будет дальше. Еще пока еду, слушаю аудиокнигу «Правила инвестирования» Уоррена Баффета. Суть в том, что он говорит, что главная задача – это думать о том, что должно произойти, а не когда должно произойти. Это, наверное, мудрейший человек из инвесторов, который есть на Земле на сегодняшний день. Я всегда к нему прислушиваюсь. Много книг его и читаю, и слушаю по возможности, и интервью. И хочу вам сказать, что очень важно иметь терпение, потому что здесь и сейчас заработать деньги – это, в принципе, такая кратковременная какая-то история. Но вот понимать, что это произойдет все равно, а ты продолжаешь терпеть, инвестировать, терпеть, инвестировать, ждать, ожидать, тогда твои проценты накапливаются, доход растет, и ты становишься в будущем независимым. Это самое главное, потому что все же пытаются добраться к независимости, но здесь и сейчас хотят купить себе новый iPhone 28 и так далее, и так далее. А важно уметь грамотно откладывать, инвестировать и реинвестировать, на что он всегда акцентирует свое внимание. Еще смотрите, как прикольно получается зима, плюс один сейчас, снег лежит, туман, и виднеется зелененькая травичка. Да, друзья, как вам такое? Это фантастика. Фантастика, потому что ты можешь ехать с Крапивницкого до Кривого Рога 120-130 километров. Раньше это было приблизительно 30-40 километров в час. Поэтому, друзья, независимо ни от чего, перемены у нас очень серьезные. Поэтому чаще замечайте хорошие перемены у нас в стране. Мы просто привыкаем к чему-то и потом перестаем замечать. Но на самом деле много всего происходит, что дает нам, конечно же, возможность обратить внимание на это. Но мы не обращаем внимания. Поэтому чаще замечать. Итак, друзья, подъезжаем мы к Кривому Рогу. Так вот, дорога заняла приблизительно 4,5 часа. Без напряга, без сверхскоростных режимов. Просто 4,5 часа. Вот мы и подъезжаем к нашему центру, который находится на Пионере в Кривом Роге. Немножко остается здесь закончить нам фасады. И уже будет все симпатично. Но я вам сейчас покажу всю внутрянку. Стасик, приветик. Значит, тут у нас что, обеды, да? Да. Обеды, печеночный торт. Это что, крабовый салат, плов, блинчики с творогом. Ну, фантастика. Согласись, Юрец. Для строителей кофе и все. Вот Стас ответственный, представьте себе, организовывает всем обеды. Как в ресторане строителям несет в их комнату обед. Начали. Аплодисменты. сейчас я вам покажу самого ответственного человека который никогда не лениться и работает при минус 20 если нужно это правда вот серёга серёга скажи почему ты не боишься зимы не боишься холода и работать готов в любое время она скажи почему ты знаешь что большинство любят к сачек почему ты готов работать без проблем то есть чтобы заработать денег быстрее правильно какое-то уважение может быть а а а а так ну что друзья уже возвращаясь с кривого рога и сейчас погода немного изменилась значит солнышко вышло но все те же минус 1 минус 2 и уже подъезжаю к смело по обратному пути и сейчас заедем с вами какую-то кафешку поедим вот так как я вам говорил уже раньше на пути с кривого рога в киев есть только одно место называется гуляй полы и мы можем остановиться с вами